Здравствуйте! В эфире программа «Камчатка. События недели». Меня зовут Анастасия Островская. И чем запомнились жителям края прошедшие несколько дней, расскажу прямо сейчас. Позорный и отвратительный во всех смыслах скандал прогремел на минувшей неделе на Камчатке. Детский сад, который и так строили с проблемами и задержками, буквально затрещал по швам. Речь идет о дошкольном учреждении в селе Тилички Алютерского района. Его возвели в рамках нацпроекта «Демография». Начиналась стройка еще при бывшем губернаторе Камчатки Владимире Илюхине. И уже тогда сад был проблемным. Вообще контрактные сроки исполнения были. 2 декабря. 2 декабря. Сегодня, слава тебе, господи, уже март заканчивается. А почему сентябрь? Почему? Потому что не успели сделать благоустройство, озеленение. Но подождите. Если мы говорим о 2 декабря, все, что здесь благоустройство касается, это можно было бы оставить. Но внутрянка-то не готова. Не готова. Внутрянка максимально вернулись. Когда? В марк-апрель. В апреле сюда прилечу. Если, значит, тут вот такая ситуация будет продолжаться, значит, будет другой подрядчик. Я не знаю, вы уедете сюда с позором, больше подряда не получите. Если так работает. Мне в сентябре было обещание, были там разные, о том, что мы все сдадим. Сейчас в январе, по-моему, докладывали о том, что в апреле детский сад в первом квартале будет сдаваться. Сейчас уже о сентябре заговорили. А там опять следующий Новый год, что ли? С горем пополам сад ввели в эксплуатацию только в октябре 2020-го. До этого дети ходили в садик при школе. Занятия проводились в двух зданиях 2007-го и 1963-го годов постройки. И вот, казалось бы, в селе решился вопрос с доступностью для школьного образования детей. Но не тут-то было. В июне этого года садик вновь попал в новостные сводки. Здание осело. Один из блоков пришлось закрыть. Еще тогда речь шла о дефектах инженерных систем и качества благоустройства. И что мы видим сегодня? Сад в предаварийном состоянии. Фотографии, которые нам удалось добыть, просто ужасают. В 2020 году объект введен в эксплуатацию, в процессе которой выявились многочисленные нарушения, влекущие невозможность его дальнейшей эксплуатации, в том числе разрушение стен и несущих конструкций. В настоящее время его состояние оценивается как предаварийное. Указанное явилось следствием использования при строительстве бетона, непригодного по классификации для возведения таких зданий и непредусмотренного условиями контракта. Расхождение в стоимости планируемого к использованию и фактически приобретенного сырья составило не менее 29 миллионов рублей. Материалы проверки прокуратура направила в следственный орган. По результатам их рассмотрения возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 201 Уголовного кодекса РФ, то есть злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие последствия. Бетон, не предназначенный для таких строек и вообще не предусмотренный контрактом, растворившиеся непонятно где почти 30 миллионов рублей и дети, которые вынуждены сейчас получать дошкольное образование непонятно где. Разве такие цели и задачи стоят при исполнении национальных проектов? Ответ очевиден. Большие федеральные проекты, серьезное финансирование, а в итоге вот такое исполнение на местах. Стыдно, товарищи. В общем, дело возбуждено и расследуется, и оно покажет, кто есть кто. Но детям и их родителям от этого не легче, как вы понимаете. А еще не легче всем нам, потому что это далеко не первый на Камчатке с громким треском проваленный нацпроект. Один водник чего стоит. История с пропавшим в Авачинском заливе осужденным велючинцем получила продолжение на этой неделе. Предыстория такова. 22-летний Данила Сребнев, житель Рыбачьего, в июле получает срок в колонии строгого режима за разбойное нападение. А в конце сентября без вести пропадает в Авачинском заливе. Как же так, спросите вы. Вот и мы задались этим вопросом, и давай выяснять, как так вышло, что осужденный на 7,5 лет в колонии парень через 2,5 месяца после оглашения приговора уходит на рыбалку и не возвращается. Первое, что удалось узнать, это то, что на суд Данила не явился. Точные причины нам неизвестны, одна из версий, парня не уведомили о заседании. Но приговор все-таки оглашается, в котором прописано взять Сребнева под стражу, но брать-то было некого. В тот же день Сребнев, со слов его близких, узнает о вынесенном приговоре от местного участкового и ждет своей участи, то есть поездки в места не столь отдаленные. Но шли дни, недели, месяцы, а за Данилой так никто и не приехал. Он продолжал вести обычную жизнь, жил по прописке, пытался устроиться на работу, получал паспорт, оформлял банковские карты, то есть был на виду и не скрывался. Первый наш запрос был в УФСИН. Мол, как так, господа хорошие, у вас вообще-то осужденный уголовник на свободе находится? Ответ пришел, и вопросов стало еще больше. Ведомство заявило, что никаких документов на Сребнева не получало. Интересно. Мы спросили в Краевом суде, мол, а какова процедура после оглашения приговора? Нам пояснили, что суд второй инстанции, коим и был Краевой в этой истории, отправляет материалы в суд первый, в данном случае в Вилючинский, куда и ушел наш очередной запрос. И вот тут-то и стало понятно, где произошел сбой. 20 июля 2023 года по возвращении дела из апелляционной инстанции служащим, ответственным за обращение судебных актов к исполнению, соответствующие документы и распоряжения об исполнении приговора были направлены в СИЗО-1 УФСИН России по Камчатскому краю. При этом данным служащим не обращено внимания на тот факт, что Сребнев фактически не был взят под стражу, в связи с чем документы для исполнения в части взятия осужденного под стражу не были направлены в ОМВД города Вилючинска. О данном факте стало известно 25 сентября 2023 года. И в тот же день копия приговора и распоряжение об исполнении приговора в части взятия осужденного под стражу были направлены на исполнение в адрес ОМВД России по ЗАТО города Вилючинск. В настоящее время в отношении служащего, осуществляющего обращение данного судебного акта к исполнению, проводится служебная проверка, по результатам которой будут приняты соответствующие меры воздействия. То есть документы на Сребнева в полицию отправили тогда, когда он уже пропал и велись поиски. А еще выяснилось, что документы в систему УФСИН все-таки поступали. Удивительное рядом. В общем, выходит так, что если бы не эта ошибка, оплошность, халатность сотрудника, точный термин выберут компетентные органы, то 22-летний парень давно бы находился в колонии и, что самое главное, был бы жив. И близкие молодого человека, выбирая из двух зол, очевидно, выбрали бы заключение, нежели безвестную пропажу в водах Авачинского залива. На этой неделе был ровно месяц, когда Данила Сребнев и его 17-летний товарищ Евгений пропали на рыбалке. Родные и близкие парней ведут самостоятельные поиски, прочесывая береговую линию, не позволяя себе думать о самом плохом. Ведь, как известно, надежда умирает последней. Путь на госслужбу заказан. Пять лет не сможет занимать должности во властных структурах экс-мэр Вилючинска Сергей Потапов, которого с громким скандалом выдворили из администрации города подводников. Его, как сообщалось, попросили с поста досрочно, в связи с утратой доверия. А эта статья надолго закрывает путь во власть. Под утратой доверия понимаются отношения, возникшие вследствие совершения служащим действий или бездействия, порождающие обоснованные сомнения в его добросовестности, способности эффективно исполнять свои должностные обязанности и, как следствие, предполагает невозможность дальнейшего продолжения трудовых отношений. По закону, сведения об увольнении или прекращении полномочий лица по этому основанию подлежат включению в открытый федеральный реестр на пять лет с момента принятия соответствующего акта. Основными целями введения такого реестра является обеспечение открытости данных о лицах, нарушивших антикоррупционное законодательство, препятствование к дальнейшему допуску на государственную и муниципальную службу и мотивирование действующих чиновников в соблюдении закона. Выйти из этого черного списка можно только тремя способами. Законодатель предусматривает лишь три основания исключения из этого реестра. Это смерть, решение суда и стечение пятилетнего срока. Напомню, что еще весной в Думу Вилючинска пришло представление прокурора о досрочном снятии Потапова с должности. Причиной явилось то, что он не урегулировал конфликт интересов, в котором оказался замешан его первый зам Владимир Васькин. Он сейчас фигурант громкого уголовного дела о благоустройстве Вилючинского проспекта. Дума тогда почти единогласно встала на защиту Потапова, в связи с чем прокуратура пошла в суд. Вилючинская фемида поддержала иск прокурора, но Потапов не сдавался и пошел в апелляцию, которую бесславно проиграл. Решение вступило в законную силу, и теперь Потапову предстоит подыскать себе другое место службы. А сейчас у руля администрации временно встала Ирина Бадальян. Она будет руководить Вилючинском до тех пор, пока не будет избран новый градоначальник. День жестянщика, внезапно наступивший 11 октября, дал старт массовому паломничеству автолюбителей на шиномонтажке. Тема в эти дни как никогда актуальная. Очереди, плотная запись на неделю вперед, в общем, полный ажиотаж. Все это наблюдала и наша съемочная группа в точках смены колес. Побывали мы и в пунктах сдачи старых автопокрышек. Подробности у моей коллеги Анжелики Баженовой. Межсезонья, горячая пора на шиномонтажках. Людей много. Многим автомобилистам приходится заранее записываться к мастерам, чтобы успеть вовремя поменять резину. Специалисты в этот день буквально на расхват. А погода Камчатская, как мы знаем, любит преподносить сюрпризы. В сторону шиномонтажек автомобилисты дружно потянулись стройными рядами после 11 октября, когда на Аскольдской объездной трассе десятки машин вылетели в кювет. Ну, в этом году это самое. 11 октября было. Просто, получается, дождь был, а потом сразу лед. На объездной дороге, спустят Юльичи, все поулетали. Все поулетали. И потом ажиотаж начался. А в этом году раньше, чем в прошлом году? Раньше, раньше. Никто не ожидал, все были на летней резине, на летней резине. Еще, мне все клиенты сказали, в 6 утра проезжали, в 6 утра была вода. Где-то в полседьмого, все, ледики все поулетали там. Юлечка, там, женский монастырь, все. Мы насчитали 25 машин кюветом. Ну, это все. Поэтому, и как-то народ поехал. У нас там записи сейчас на воскресенье. Люди даже ночью приезжают. Люди на ночь машины оставляют переобуваться. Так что все очень-очень активно переобуваются. Ну, я думаю, что это первая волна. Сейчас первый снег упадет, уляжет. И тогда у нас снова будет ажиотаж. На минувшей неделе в телеграм-канале МассМедиа Камчатка был запущен опрос. Переобулили и вы уже своего железного коня. Радует, что большинство наших респондентов – водители ответственные. И уже позаботились о зимних колесах. Из почти трех тысяч опрошенных в нашем телеграм-канале не переобулись порядка трети. Причины этому самые разные. Некоторые автомобилисты считают, что в октябре менять резину еще рано. Я считаю, что сейчас бесполезно переобуваться. Потому что Камчатка, кто родился в этом крае, прекрасно знает, что зима у нас наступает где-то в декабре, а гололед появится на пять минут. Но если чайники не умеют ездить, так они и на сухом могут где-нибудь врезаться. Смена резины и сменение модели поведения на дорогах – сейчас самые актуальные темы для автомобилистов. Эти вопросы поднимали в среду и ведущие утреннего «Кипяток-шоу» на радио Камчатка с гостем из госавтоинспекции. Личный автомобиль когда переобули? Что сподвигло? Та самая авария 11 числа? Ну не та самая авария, а вообще погода, которая у нас средняя температура за неделю, которая проходит, она уже у нас плюс 7 градусов, средняя температура имеется. А вообще рекомендуется от плюс 5 до плюс 7 уже переобувать свои транспортные средства. Если средняя температура за неделю такая имеется, то уже необходимо. Но та авария еще больше других людей сподвигло переобуться, потому что сейчас все шиномонтажные станции, они все у нас забиты. И именно, мне кажется, та ситуация очень сподвигла их это все сделать. А некоторые думают, что вот зачем переобуваться, вот зимнюю одену и будет стачиваться покрытие об асфальт. Правда? Или заблуждение? Нет, ну у нас есть резина, которая предусмотрена сезоном. Она не просто так сделана, не просто потому что там больше протектор или что-то такое. Летняя она подходит для летнего сезона, а зимняя для зимнего. Именно по состоянию дорожного покрытия, именно для безопасной езды. Горячий сезон массовой смены резины совпал со стартом акции по сбору покрышек. Она началась 19 октября. Резину принимают партиями по принципу на один паспорт не более 50 покрышек за весь период приема. Наша съемочная побывала в эти дни и в пунктах приема покрышек. Как говорят участники акции, основная их цель – не заработать, а сделать доброе дело. Приехал, чтобы сдать резину, которую необходимо городу предложили, мы привезли. Так что вот как-то так получается. Каждый год вроде как сдают, но сроки начинаются, потом быстро заканчиваются, а тут повторные сроки появились. Есть возможность немножко заработать на мороженое. И нам хорошо, и какая-то польза хоть от этого есть. И очищаем город, да, не валяется на помойках тут везде кругом. Но все помойки загружены, как только начинают сдавать, все пустые. Хорошо. А я каждый год принимаю, очищаю город от резины, от мусора. Я всю резиную, которую я подбираю на мусоре, на шиномонтажках берем. Сейчас они бесплатно дают. В прошлом году они еще продавали. За одну автопокрышку выплачивают 50 рублей, а также начисляют 50 камбалов. Они дают какие-то баллы, камбалы в цирк, кино, в театр. Но это все, понимаете, лучше по ящику колбасы давали. Да, это было бы выгоднее, если в те баллы никто не ходит, в театр, кино. Потому что это надо сколько баллов набрать, понимаете. А всего лишь за 50 колес в театр никто не входит. Ну, с тем учетом лучше, конечно, если у вас есть возможность ее не выкидывать и привезти сдать, то, конечно, лучше и плюс выгода будет. Вспомна, конечно, нормальная, наверное, цена. Не могу сказать, я не сдавал, но в любом случае это лучше, чем на помойку выбрасываться. Всего на Камчатке работает два пункта приема покрышек. Первый в краевой столице на улице Тундровая-1, а второй в поселке Новый на улице Молодежная-20-1. Отмечу, что старые покрышки получают новую жизнь. Их перерабатывают в сырье для изготовления полимер-песчаных изделий. Два вулкана бушуют на Камчатке. Внимание к себе в последние несколько дней активно привлекают Ключевской и Безымянный. Эти гиганты, относящиеся к Ключевской группе, известны своим далеко не кротким нравом. Это нормальное для них состояние. Извергается регулярно. Ключевской вулкан у нас извергается уже с июля месяца. Активная фаза его идет. Безымянный вулкан по характеру извержения, но, в принципе, похоже на то же самое, что было в апреле этого года. То есть такое же примерно состояние у него сейчас. Идут раскаленные лавины, выжимается свежий лавовый материал. И прогнозируется извержение эксплазивное до 10-12 километров над уровнем море. Ну, это нормальная их деятельность. Ключевская группа вулканов самая активная и на Камчатке, да и, по сути дела, в мире. То есть это их нормальная ситуация. Будет странно, если они замолчат. А так, это их нормальная деятельность. На этой неделе в камчатских пабликах появились фотографии с непривычного нам с вами цветом пепла. Серо-красный пепел выпал в поселке Ключи. Такая окраска говорит о том, что этот пепел старый, окисленный. Лавовый поток у нас спускается по Апохонческому желобу. Происходит контакт горячего фронта лавового потока с снегом, льдом. И возникают тепловые взрывы. В результате этого разрушается и часть фронта лавового потока, и склоны желоба Апохонческого. Они представляют из себя рыхлый материал, вулканогенный, но не этого извержения, а прошлых извержений. Он поднимается в атмосферу и приносится так же, как и пепел. Но его цвет, он бурый, красный, то есть это результат химического окисления материала, то есть несвежий материал выпал. Но, тем не менее, это пепел. И такую же он может предотвращать опасность для здоровья, как и ювенильный свежий материал. То есть для дыхания это может быть опасно. В общем, продолжают развлекаться наши гиганты, бросаться пеплом, испускать лавовые потоки, что, впрочем, вполне нормальное для них явление, как сказал вулканолог. Сейчас Ключевской и Безымянный представляют опасность для авиации. Власти усть Камчатского района готовы к пеплопадам. При необходимости местные жители получат респираторы и маски. Как отмечают спасатели, туристических групп в районе этих вулканов нет. Напомню, что вулкан Безымянный расположен в центральной части Ключевской группы вулканов на расстоянии 40 км от поселка Ключи и 350 км от краевой столицы. Ключевской, высочайший в Евразии активный вулкан, расположен в 30 км от поселка Ключи на правом берегу реки Камчатка и в 360 км от Петропавловска-Камчатского. А это была программа «Камчатка. События недели». Я ее ведущая Анастасия Островская. На сегодня у меня все. До встречи в эфире. Субтитры создавал DimaTorzok